Бисмилля, альхамдулила, вассалату, вассаламу аля расулила, амма ба'ад, ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Продолжаем нашу лекцию по книге «Положение оставляющего молитву» и следующая тема «Хал тукбалу салату лейли бин-нахари, вассалату нахари бин-нахари бин-лейли». Принимаются ли ночные молитвы днём, а дневные молитвы ночью? Ва хадзи, аль масалату лхасуратани, этот вопрос имеет две формы. Ихта хума юкбалю. Первая форма, да, принимается. Если он пропустил дневную молитву из-за сна или из-за забивчивости и совершил её ночью, и наоборот, в таком случае его молитва принимается. И поэтому вопрос, принимается ли ночные молитвы днём, а дневные молитвы ночью? И как здесь сказано, этот вопрос имеет две формы. Первая форма, да, принимается. Если человек, скажем, пропустил молитву из-за сна, он уснул и пропустил молитву, или он забыл о молитве. В таком случае, когда он просыпается, он должен спешить совершить молитву, или когда он вспомнил о ней, он должен спешить совершить молитву. В таком случае его молитва принимается. И как приходит, или как передано в двух сахихах, хадис от Анаси б. Малик, от пророка, то, что он сказал, Кто забыл о молитве или проспал ее, то искупление этому будет совершение этой молитвы, как только он вспомнит о ней. И так, что посланник Аллаха, когда возвращался из похода на Хайбар, он ехал всю ночь, пока не почувствовал сонливость, то есть он свернул с дороги, чтобы поспать. И он сказал Билалю, И Билал совершил молитву, сколько было положено. И уснул посланник Аллаха, и также уснули его сподвижники. И когда приблизился рассвет, Билал оперся на свое верховое животное лицом к рассвету, Но сон одолел Билаля, он опираясь на свое верховое животное, И не проснулись ни посланник Аллаха, ни Билал, и никто из его сподвижников, Пока солнце не ударило их, то есть пока солнце не вышло, И посланник Аллаха проснулся первым, И испугался посланник Аллаха, И сказал, И Билал сказал, И посланник Аллаха приказал Билалю, Чтобы он призывал к молитве, И он совершил с ними утреннюю молитву, И когда посланник Аллаха завершил молитву, Сказал, Если кто-то забыл о молитве, Пусть совершает ее, когда вспомнит, Ведь Аллах Всевышний сказал, И так же в Сахих Муслим передается от Абу Катады то, Что он сказал, Они упомянули пророку, О своем сне, о молитве, И посланник Аллаха ответил, Во сне нет небрежности, То есть во сне нет халатности, Но небрежность или халатность Относится к тому, Кто не совершил молитву До наступления времени Следующей молитвы. И следующая тема, Разрешается ли откладывать Выполнение пропущенной молитвы Из-за необходимости Ответ Если он вспомнил о молитве, Если он вспомнил о пропущенной молитве, Или, скажем, он проснулся, Он должен поспешить совершить ее, Он должен поспешить совершить эту пропущенную молитву И не откладывать ее. За исключением дела, Которое является более важным. Например, если человек проснулся при восходе солнца, Так как мы знаем, Что при восходе солнца Не допускается совершать молитву. И он ждал, пока оно, то есть солнце, поднимется. Или, скажем, вода находится поблизости, и ему нужно пройти совсем немного, чтобы совершить омовение. Или, скажем, ему нужно было делать гуссль. Ему нужно было делать гуссль, то есть большое омовение и тому подобное. Как достоверно передается, что пророк не совершил молитву в том месте, где они спали. Он совершил в этом месте молитву только после того, как он приказал им отвезти своих верховых животных. И после этого уже он совершил молитву в этом месте. И когда они проснулись, посланник Аллаха, салалаллаху, али-васаляму, сказал, садитесь на верховых животных. Мы ехали, то есть мы не остановились, мы ехали, пока солнце не поднялось. И мы знаем то, что когда солнце поднимается, в то время, то есть не допускается совершать молитву, надо ждать, пока солнце полностью не поднимется. И посланник Аллаха, салаллаху, али-васаляму, после того, как уже солнце поднялось, он спустился из верхового животного и попросил принести таз с водой и совершил омовение. И посланник Аллаха, салаллаху, али-васаляму, совершил две раката молитвы, а затем совершил утреннюю молитву. Свершил утреннюю молитву уже после восхода солнца. И следующий вопрос. Должен ли человек восполнять молитву, которую он пропустил умышленно? Это вопрос. Должен ли человек восполнять молитву, которую он пропустил умышленно? Ответ. Что касается второго случая. Если человек умышленно пропустил молитву до истечения ее времени, и ученые расходятся во мнениях относительно дозволенности и недозволенности ее воспольнения, воспольнения этой пропущенной молитвы. Факаля Абу Ханифа та, ва Шафи'и, ва Ахмад, ва Малик. Абу Ханифа и Шафи'и, и Ахмад, и Малик сказали, Он обязан совершить эту молитву. Он обязан восполнить эту пропущенную молитву. Это говорят Факаля Абу Ханифа, Шафи'и, Ахмад и Малик. Абу Ханифа, Шафи'и, Ахмад и Малик. Они говорят то, что он обязан восполнить эту молитву, не может оставить ее, так как оставлять эту молитву, пропущенную молитву, будет грех как упущение молитвы. И поэтому не может оставить ее, оставлять ее это грех упущения. Да, он заслуживает наказание. Если только Аллах не простит его. Группа из числа прошлых и настоящих ученых сказала, Кто умышленно откладывает молитву все времени, кто умышленно оставляет молитву все времени, без уважительной причины, позволяя себе этого, то есть откладывание молитвы, то эта молитва уже не может быть восстановлена, то эта молитва уже не может быть исправлена. Он уже не сможет восполнить ее никогда. И она от него уже не будет принята. Эта молитва, пропущенная молитва, от него уже не будет принята. Это, говорит, группа из числа прошлых и настоящих ученых. Это группа из числа ученых, прошлых и настоящих. А что касается, как здесь говорится, Факаля Абу Ханифа, Шафи'и, Ахмад и Малик. Абу Ханифа, Шафи'и, Ахмад и Малик, они сказали то, что он обязан совершить эту молитву. Он обязан восполнить пропущенную молитву и не может оставить ее, так как оставлять ее это грех упущения молитвы. Да, он заслуживает наказание, если только Аллах не простит его. Но между ними, между учеными, нет разногласий в том, что искреннее покаяние принесет ему пользу, однако они расходятся во мнениях по поводу того, является ли частью покаяния восполнение пропущенных молитв, которые он умышленно оставил, а не будет ли покаяние правильным без их восполнения. Или же покаяние не зависит от восполнения пропущенных молитв. И ему следует сохранять ее, то есть молитву в будущем, и как можно больше совершать дополнительных молитв. Разве он может быть оправдан тем, что уже прошло? Разве он может быть оправдан тем, что уже прошло? Иншаллах здесь остановимся. Субтитры создавал DimaTorzok